Так, 20 занятие. Не забываем ставить лайки, подписываться на наш канал, а мы продолжаем. Очень удобно, когда есть возможность свернуть какую-то часть кода, над которой мы уже закончили работу, для того, чтобы она не мешалась, не рябила в глазах, и таким образом файл будет занимать меньше места. Так вот, изначально данная функция в Brackets недоступна, но мы можем спокойно ее сделать. Для этого идем сюда, и здесь вводим следующее. Так, коды, фолдинг, фолдинг, я по буквам прямо говорю, так мне так удобнее писать, установить. Так, закрываем, и теперь смотрите, оно уже условно работает, просто нам надо переключиться между файлами, видим, да, и оно начало везде работать. Теперь мы можем вот так вот сворачивать, разворачивать любую часть кода, видим, да. Вот так. То есть, сделали что-то и свернули, и таким образом уже меньше будет кода на нашей странице видно. Дальше. Вот эти флажки, они очень сильно рябят в глазах, когда их особенно много, видим, да. Поэтому мы это тоже можем настроить. Идем в вид, выбираем настройки кода фолдинг, и здесь, смотрите, мы можем скрывать кнопки для фолдинга. Так, сохраняемся. И видим, их изначально нету, но если мы наведем курсор вот сюда, то они появляются у нас. То есть, вот так вот все это дело работает. Еще мы можем что-то делать, это указать минимальный размер сворачивания и сохранить состояние. То есть, когда мы свернем весь код, который нам надо, закроем, редактор и откроем, он останется в том же самом состоянии, если здесь будет стоять галочка. Дальше. Минимальный размер сворачивания, это в строках, то есть, если вы заметили, то там, когда одна строка, мы не можем свернуть. Ну, минимальная должна быть две строки. Так вот, мы можем это расстояние увеличить. Давайте я поставлю 10, сохраняемся, и теперь мы видим, что многие теги мы уже свернуть не можем. То есть, потому что там меньше, чем 10 строчек, и сворачивать нельзя. Только получается тег body у нас сейчас доступен, видите, да. То есть, тут уже настраивайте, конечно, все по своему вкусу, довольно простые настройки. Так, я верну все изначально. Вот так вот. А, нет, не изначально, а здесь скрывать кнопки для фолдинга пускай будет. Так, сохраняемся. В принципе, на этом все. Плагин довольно простой, пользуйтесь на здоровье.